Профилактические рейды МЧС – практика постоянная. Особенно актуальна она осенью, когда город готовится к отопительному сезону. Основная цель профилактики – предупреждение пожаров и гибели людей. Кроме сотрудников МЧС, в нынешней просветительской работе участвовали представители Территориального центра социального обслуживания населения. На территории четырёх жестов города Бреста, где зарегистрирована гибель людей от опасных факторов пожара, организована профилактическая акция, в которой примут участие максимальное количество работников органов подразделения по чайным ситуациям и других субъектов профилактики. Цель данной акции – это сокращение количества пожаров в жилищном фонде граждан и предупреждение гибели людей от опасных факторов пожара и других внешних причин. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют домам и квартирам, где уже происходили пожары, а также посещают одиноко проживающих пожилых граждан, чтобы не только проверить состояние их извещателей, но и оказать посильную социальную помощь. Оно будет работать на дым, если вдруг будет пожар. Понятно? Вот туда вот попадёт дым, и смотрите, что будет. Вот это будет мигать, будет мигать. Будет мигать, и он потом запищит. Сейчас он запищит. Не пугайтесь. Я не пугаюсь. Понятно, понятно. Пожарный извещатель реагирует на дым и позволяет определить первые признаки возникновения пожара. При возникновении очага возгорания издаст громкие сигналы предупредить жильцов об опасности. Таким образом, они вовремя успеют покинуть помещение и вызвать пожарных. Совместно с МЧС Белорусское добровольное пожарное общество посещает жилой сектор и проводит профилактические беседы с домовладельцами. Зачастую в процессе таких бесед выясняется, что люди не знают элементарных правил пожарной безопасности. Мы, конечно, стараемся заполнить эти пробелы, раздаем наглядно изобразительную продукцию для того, чтобы они могли с ней ознакомиться и, опять же, чему-то новому обучиться. Также мы настоятельно рекомендуем устанавливать автономные пожарные извещатели. Прибор неприхотливый, но, несмотря на это, он требует какого-то минимального ухода. В том числе мы проверяем, заменены ли элементы питания, находятся ли данные приборы в активном состоянии. Если граждане попадают под социально уязвимую категорию, мы на безвозмездной основе способны заменить элементы питания за счет Белорусского добровольного пожарного общества. В случае выявления нарушений в квартире или доме пожарными выдаются рекомендации и предписания ответственным лицам для устранения недостатков. И дабы минимизировать количество пожаров в городе над Буком, эта практика будет продолжена. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.